МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости недели на канале Медвестник ТВ. Сегодня в программе. Хирургическая онкопомощь в стране нуждается в коррекции. ОНФ разберётся с приписками в личных кабинетах на сайте Московского городского ФОМС. Большинство россиян поддерживают идею финансирования медучреждений в зависимости от показателей работы. Правительство ищет деньги на повышение расходов на здравоохранение. Один из ведущих хирургов-онкологов Санкт-Петербурга Андрей Павленко сам стал онкопациентом с диагнозом рак желудка в терминальной стадии. В рамках спецпроекта инфопортала «Такие дела» фонду нужна помощь врач рассказывает о том, как проходит его лечение и с какими проблемами сталкивается российская онкология. Доктор стремится помочь изменить ситуацию, при которой человек, заболевший раком в России, не знает, куда ему идти, что делать, и тонет в море противоречивой информации. Андрей Павленко намерен ежедневно рассказывать на сайте о своей жизни, системе онкологической помощи в России и важнейших проблемах онкологии, включая те, которые обычно оказываются непубличными, в том числе ситуацию с коррупцией. Кроме того, он отвечает на вопросы пациентов. В первой аудиозаписи Андрей Павленко рассказал об истории своего диагноза, планах на лечение и общей ситуации с онкопомощью в стране. Активисты ОНФ в Москве провели общественную проверку по обращениям москвичей. Пользователи ресурса заметили в своих личных кабинетах информацию о медицинских услугах, которые им реально не оказывались. Такие случаи носят отнюдь не единичный характер. С приписками столкнулись более 35% тех, кто заходит в личные кабинеты. Попытки отменить ошибки или получить обратную связь от администраторов сайта успехом не увенчались. Как выяснили активисты ОНФ, путем онлайн-опроса в личном кабинете можно сделать отметку о том, что конкретная услуга не была оказана. Однако приписки из личного кабинета опрошенных не исчезают. Они так и не смогли узнать, рассмотрены ли их жалобы и устранены ли несоответствия. Активистам ОНФ удалось связаться с сотрудниками Московского городского ФОМС по телефону, но причину появления недостоверной информации на сайте им так и не объяснили, сославшись на то, что публикуются только те медицинские услуги, на которые получают счета из московских поликлиник. По итогам совещания эксперты Московского штаба ОНФ направили в адрес руководства Московского ФОМС ряд предложений. Они попросили автоматизировать систему обратной связи, информировать граждан о принятых мерах по исправлению ситуации. Кроме того, предложили Департаменту здравоохранения и Департаменту информационных технологий рассмотреть возможность объединения базы ЕМИАС и личного кабинета в Московском ФОМС, чтобы пользователи видели всю полную картину медицинского обслуживания. Подавляющее большинство россиян получали медицинские услуги по полису ОМС хотя бы раз в жизни. При этом последний год медучреждения по полису обращался каждый второй. Об этом сообщил руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий в ЦОМ Кирилл Родин. Эксперт представил результаты опроса Центра по выявлению отношения населения к системе ОМС. Среди услуг наиболее полезными названы контроль за качеством медуслуг, соблюдением сроков госпитализации, информирования и напоминания о диспансеризации, а также помощь пациенту в разрешении конфликтных ситуаций и контроль за соблюдением пациентом назначения врача. Особенно важной информацией, представляемой страховыми представителями, население считает сведения о своих правах и бесплатных медицинских услугах. Кому обращаться в случае оказания некачественной медицинской помощи, о возможностях выбора врача и медицинского учреждения, о необходимости пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Три четверти опрошенных сочли необходимостью дополнительный контроль медицинских учреждений со стороны независимой от медицинского сообщества структуры, в частности страховых компаний. Самыми действенными мерами улучшения качества медицинских услуг граждане считают финансовые, такие как формирование заработной платы врача, зависящей от качества его работы и финансирования медучреждений, в зависимости от качества предоставляемых услуг. Создание рейтинга медучреждений согласно качеству предоставляемых услуг считают эффективной мерой 18% опрошенных. По мнению 42% опрошенных, на качестве медицинских услуг может положительно сказаться также усиление контроля за профессиональным уровнем врачей, введение персональной ответственности руководителя медучреждений и врача за качество лечения, усиление контроля со стороны государственных органов. Наиболее актуальными вопросами в сфере здравоохранения, по мнению респондентов, является повышение оснащенности поликлиник современным оборудованием, повышение квалификации врачей, контроль за профессиональным уровнем специалистов, расширение возможностей для профилактики, диагностики болезней на ранних стадиях, развитие систем информирования о бесплатных медуслугах. Правительство России еще определяется, каким образом изыскать финансовые ресурсы для выполнения поставленных президентом в послании Федеральному самобранию амбициозных задач. Бюджетные расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру планируется увеличить на 10 триллионов рублей. Ожидается, что указ, увеличивающий финансирование этих сфер, будет подписан 7 мая, день вступления Владимира Путина, в четвертый президентский срок. Расходы на инфраструктуру вырастут примерно на треть, на здравоохранение и образование на 20%, сообщает Bloomberg. По словам источника агентства, усиленное финансирование должно гарантировать решительный прорыв в улучшении качества жизни россиян. Частично новые расходы будут компенсироваться урезанием других статей бюджета, в частности, расходов на оборону, а также увеличение налогов. В качестве одного из вариантов рассматривается введение 4-процентного налога с продаж. Информация об источниках и суммах финансирования вряд ли будет фигурировать в указе, однако увеличение расходов станет крупнейшим с 2012 года. Как заявил глава Совета Центра стратегических разработок, Алексей Кудрин, правительство еще не определилось, как организовать эти ресурсы через налоги, заимствования на рынках или через изменение бюджетных правил, что позволит тратить большую долю средств от продажи нефти. Это были новости на канале Медвестник ТВ. До встречи на следующей неделе. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова